В свое время именно Супра сделала первое изделие в нашей стране, которое ловило радары типа Стрелка. Сегодня это уже является просто правилом хорошего тона, Стрелку ловят все. Но что придумала Супра на сей раз? Значит, модель называется... Мы когда-то испытывали что-то подобное, А68-ВСТ, но в этой модели появился индекс G. И это говорит о том, что здесь помимо, собственно, радар-детектора присутствует GPS-приемник. Если обычный радар-детектор, в котором нет такой функции, в той же Москве изведет вас своими постоянными писками буквально в первые пять минут, при наличии GPS-приемника все эти страхи, в общем-то, уходят. Но самое главное, что наличие GPS-приемника позволяет вам подстраивать работу прибора под ваши конкретные условия движения. То есть, если вы не нарушаете правила, этот прибор пищать никогда не будет. И вот это уже правильно. GPS-приемник отслеживает вашу скорость, и вы сами для себя устанавливаете любые пороги срабатывания. Там 40 километров, 30, 60, это уже делаете сами, причем делается это элементарно, буквально двумя нажатиями клавиш. Я это только что проверил, да, действительно, все просто. То есть, ставите порог отдельно для города, отдельно для трассы, как хотите, и дальше уже, опять-таки, если вы не нарушаете правила, то будете ехать в полной тишине. Кроме того, есть интересная функция, я вот только что в ней разобрался, это так называемая функция SMART. Это позволяет сделать чувствительность данного приемника зависимой от скорости вашего движения. То есть, чем выше ваша скорость, тем выше чувствительность приемника. Не все знают, что сегодня, во-первых, появились новые типы измерителей, или как их назвать, скорости, которые вообще не являются радарными. Скажем, комплексы типа Автодория, никаких радаров там нет, там просто стоят обычные камеры и, грубо говоря, секундомер. У вас снимает первая камера, вас снимает, там, через сколько-то метров, допустим, через 500 метров вторая камера. Простейший камер просто засекает время, за какой вы проехали от первой камеры до второй. Все эти промежутки заранее известны, и, скажем, этот промежуток вы должны были проехать там не быстрее, чем за 30 секунд. Если вы это сделали за 20, это говорит только о том, что где-то вы нарушили скорость. Но при этом, поскольку никакого радара нет, то обычный радар-детектор в этом случае спасует и ничего вам не подскажет. А вот фиксированные точки, которые загружены в карту, которые вы можете сюда сами загрузить, они вам подскажут, что именно на этом месте, допустим, на этом шоссе, где-то там на Волоколамке или где-то стоит вот такой нехороший комплекс, который может вас поймать. Фактически перед нами такой универсальный прибор, который на данный момент поможет вам во всех случаях жизни. Как некогда появилась стрелка, о которой я только что говорил, как сейчас появилась автодония. На сегодня вот такой приборчик можно назвать самым универсальным. Насколько я знаю, вот таких аналогов на сегодня этот прибор просто не имеет. У каждого продавца, у каждого производителя есть некая своя база данных. Этот прибор в этом смысле совершенно универсальный, потому что он позволяет сюда грузить все, что угодно. Вы можете это делать хоть каждый день. Причем эта база данных, как вы понимаете, она постоянно меняется. Как меняются в городе вот эти координаты камер. Сегодня она работает, завтра она не работает. Сегодня она висит, завтра ее сняли. И наоборот. Вы можете с этим прибором идти в ногу со временем и обновлять эту базу данных очень часто. Потом, при обнаружении какого-либо объекта, типа там камеры или радара, обычные, ну не обычные, а скажем так, большинство приборов, они вам одним и тем же голосом сообщают. Там что-то, допустим, внимание видеокамеры или как-то там. И при этом совершенно не важно, эта камера, она там просто читает ваши номера или заодно отслеживает скорость. А вы при этом начинаете как-то суетиться, видимо тормозить и так далее. Вам это не нужно. Здесь все это предусмотрено. Она на все случаи жизни ведет себя своим образом. И вы не отвлекаетесь от управления машиной и можете, в общем-то, сразу понимать, нужно вам реагировать на это сообщение или нет. Вот. Поэтому, мне кажется, с точки зрения техники, сегодня это выглядит очень достойно. Ну, а как ведет себя изделие на трассе? Я думаю, нужно просто выехать на московские улицы и хотя бы полчаса поездить. Я думаю, сразу все будет ясно. Давайте мы это сейчас и сделаем. Вот мы едем по городу, как мы все понимаем. Скорость движения где-то 10 км в час. У нас включен режим смарт. Но при этом отражается город 2. Значит, по трахам нашей игрушки. Сами соображают, как мы движемся, где мы находимся. И думают вместо нас. Поэтому мне не нужно делать рукой вот такие вот неудобные движения. Отрываться от управления. Я один раз включил. А дальше оно думает само. Вот мы перешли в режим город 3. Это такой чисто московский, можно сказать, режим. При котором прибор ловит только стрелку. И не обращает внимания на все остальное. И, в общем-то, правильно делает. Причем, обратите внимание. Сейчас у нас стоит ограничение скорости 40. Когда я еду со скоростью ниже 40, прибор молчит. Стоит мне превысить скорость 40. И как только появится стрелка, он об этом радостно известит меня всеми возможными способами. Вот, видеокамера. Скорость здесь никто не мерит. Поэтому это просто сообщение. То ли фиксировать номера, то ли еще что-то. Во всяком случае, тормозить смысла нет. Тем более, что мы едем по правилам. Вот она, да? Если в базу занесена разрешенная скорость, то прибор ее обязательно проговаривает. Стрелка. Максимальная скорость 60 км в час. Вот очередная стрелка. Мы едем со скоростью меньше 60, поэтому, по идее, прибор должен молчать. Хотя стрелку поймал. А вот я увеличил скорость выше 60, и прибор сразу запищал. Убираю ногу с педали. Даже торможу. Писки прекращаются. Скорость 57. Вот это очень удобно. Стрелка. Максимальная скорость 100 км в час. 100. Вот если я сейчас уберу скорость до 40, она печать перестанет. Правда, здесь это делать нехорошо, потому что мы едем по кольцевой дороге, и задние могут обидеться. Но можете поверить, что так оно и будет. Все потому, что отсечку скорости мы поставили на 40. Можно было ее перенести повыше, тогда бы ничего не было. Ну, общие впечатления какие. Опять-таки, я никоим образом не призываю людей нарушать правила дорожного движения. И, конечно, нужно стараться ездить без всяких подсказчиков. Ну, вот такие приборы лично мне очень нравятся. Они спокойно занимают свое рабочее место, не раздражают вас своим присутствием, и просто напоминают о себе в тех случаях, когда вы сами же виноваты. Поэтому такая вещь, она рассчитана не на нарушителя правил, а, на мой взгляд, даже на вполне законопослушного водителя, который просто иногда в силу каких-то обстоятельств может ошибиться. Или даже немножко полихачивать. В этом случае его нужно, что называется, привести в чувство. Поэтому вот такие недорогие, но хорошо укомплектованные с технической точки зрения приборы, на мой взгляд, сегодня это как раз то, что нужно. Что будет завтра, не знаю. Завтра появятся новые типы радаров, еще чего-нибудь. И, конечно, через год это изделие устареет, но сегодня оно вот, что называется, в пике своих возможностей. Поэтому очень хорошо, что они продаются, и мне было приятно испытать их в деле.